13 апреля в столице Южного Урала пройдет второй благотворительный вечер «Время волшебства». Организаторы обещают увлекательную концертную программу, а также благотворительные лоты, которые можно будет приобрести. Ну, я думаю, что эти лоты захочется приобрести каждому. Да, и подробнее о благотворительном вечере мы поговорим с нашими гостями. Да, у нас в студии программы «Нашо утро» директор благотворительного фонда «Настоящий волшебник» Наталья Алюшкина и... И председатель Совета молодых депутатов при Законодательном собрании региона Евгений Малеев. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что этим ранним утром пришли к нам в гости. Ну, расскажите, ведь мы знаем, что благотворительный вечер проходит уже второй раз, и как бы если логически, значит, первый вечер прошел хорошо, раз вы решили его повторить. Скажите, как прошел первый вечер? Первый вечер прошел, мы считаем, удачно. Мы собрали 200 тысяч рублей, помогли нашему главному на тот момент ребенку, Еве Балахниной, и помогли еще двум детям, которые стояли в очереди на помощь, которым нужна была срочная реабилитация. Я правильно понимаю, что у нас есть, ну, грубо говоря, есть один человек, который вот у нас состоит главным, да, человеком, кому мы должны помочь на каждый благотворительный вечер, да? Нет. Нет? Нет, у нас есть дети в порядке очереди, которые проходят регулярные курсы реабилитации, и когда подходит время, мы, конечно, стараемся выбрать того ребенка, которому оно более необходимо и более эффективно на этот момент. Ну, а вот то, что касается этого года, этого благотворительного вечера, вот кому собирать будете? У нас тоже два ребенка, очень тяжелых ребенка, они страдают тяжелыми неврологическими заболеваниями. Это Олег Фадеев, 7 лет мальчик, и девочка Василиса Басилан, за 4 года. И какие лоты будут на аукционе? Я думаю, что основные доходы это от лотов, да? Наверное, депутатская, да, составляющая, это знакомство с более-менее известными лицами, медийными. То есть, ну, все, наверное, лоты не будем, оставим. Нет, основные какие. Интригу, допустим, от звезды шоу «Радские перемени» Юлии Михалковой будет лот. Также будет лот от солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова, ну и другие известные, в том числе, в Российской Федерации лица. Они, в общем-то, предоставили на благотворительный вечер для фонда «Настоящий волшебник» свои какие-то вещи, которые непосредственно можно будет на аукционе приобрести. Ну, а вот каким образом лоты собирали? Кому вообще идея, может быть, пришла? Или как связывались все с всемирными российскими известными людьми? Ну, идея у настоящих волшебников родилась, в общем-то, они креативят, придумывают. Ну, а наша задача, да, ну, как-то помочь за счет личных знакомств каких-то там, в том числе, федеральных, в том числе и наши челябинские коллеги помогают. То есть, кто с кем знаком, мы уже там ищем и выходим с предложения предоставить лот. На самом деле, хочу сказать, что развивается хорошо в России культура благотворительности, и практически никто не отказывает. То есть, все очень подходят, понимающие. Ну, здесь я соглашусь с вами, да, потому что сам иногда присутствую на разных благотворительных вечерах, и вот никто никогда не отказывает. А маленький вопрос, скажите, где все будет состояться, или можно ли еще туда попасть? Да, все состоится 13 апреля, 18.00 в отеле «Виктория». Попасть можно приобрести билеты по телефону 2330768, это непосредственно вы попадете в благотворительный фонд «Настоящий волшебник». Также подробная информация у нас на сайте есть, можно зайти в благотворительный фонд «Настоящий волшебник», все узнать. У нас хорошее, бесплатное нам выделили рекламное место, это на юности, большой медийный экран также анонсируется, и бигборд на улице Свободы. Всю информацию можете все узнать, и мы всем рады, кто сможет нам помочь. Каждая помощь, каждая копейка для нас очень весома. Ну что ж, благое дело, дай бог вот просто вам помощи, чтобы все состоялось, чтобы все было хорошо. Ну а расскажите, сколько планируете собрать в этом году-то? Вот если вы говорите, в прошлом году 200 тысяч удалось собрать на повышение днем, планы же все равно, какие-то все ставите? Ну конечно, хочется, чем больше, тем лучше, потому что у нас детей очень много, которые ждут реабилитации, ждут помощи. Но основные дети, это вот Олег Фадеев, ему нужна сейчас сумма в размере 83 тысяч рублей, чтобы пройти полный курс реабилитации, который сейчас срочно ему необходим. И Василиса Басиладзе, ей 89 нужно тоже тысяч рублей собрать. Вот эти деньги, ну конечно, хотелось бы еще детям, у нас 14 подопечных, которые ждут помощи. Хотелось бы помочь всем. Чем больше, тем лучше. Ну конечно, ну мне кажется, все получится. Знаю, как сейчас челябинские любят благотворительность и помогают состоятельные люди. Ну, желаем только удачи, постараемся тоже посетить Ваш вечер, если получится. Большое просто спасибо и Вам, как молодым депутатам, что поддерживаете эту инициативу. Большое спасибо. Я могу сказать, что у нас приезжают коллеги со всей страны от Палаты молодых законодателей Совета Федерации. Это молодые депутаты, как практически всех регионов. Нижегородская, Калужская, Москва, Петербург. Приезжают непосредственно на вечер. Челябинск, в том числе, на вечер. То есть это почти 40 человек, которые в том числе хотят помочь детям. И приобрести лот. Ну, я думаю, да, кто-то... Вот договорились. Объединят. Ну что ж, большое спасибо. Спасибо Вам большое. Я напомню, что у нас в гостях были директоры благотворительного фонда «Настоящий волшебник» Наталья Алюшкина. И председатель Совета молодых депутатов при законодательном собрании нашего региона Евгений Малеев. Большое спасибо за визит.